Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Климова, и это видео спросите у Татьяны, где я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Пожалуйста, ставьте лайк, если вам нравится моя работа, подписывайтесь, чтобы получать новые видео. А также, если вы позитивный и мотивированный человек, и вы ищете компанию людей, как вы, вступайте в мой клуб «Русская дача», если ваше кредо по жизни – это продолжать учиться всегда. Там вы будете получать видео и подкасты каждые пять дней. А сегодня у нас разница между словами российский и русский. Почему иногда мы говорим «российский», почему иногда мы говорим «русский». «Российский» – это более официальный административный термин, и это значит «на территории России», Российской Федерации, на территории России. Например, это российская компания, значит, это компания-фирма, которая зарегистрирована официально на территории России, в Москве, в Новосибирске, российская компания. Но, например, если это компания в, не знаю, Лос-Анджелесе, и она официально на территории Америки, но там, например, работают только русские. Тогда вы можете сказать «а, это русская компания», то есть там только русские работают, но это не на территории России. Также русский – это более культурный аспект, русский язык, русский язык. Вот. И российский, например, паспорт. У меня российский паспорт, у меня паспорт Российской Федерации. У меня российский паспорт, я российский гражданин, я гражданин России. То есть мы не можем сказать «я русский гражданин», это неправильно. Также есть слово «русский» и «россиянин». Это очень важная разница «русский» и «россиянин». «Русский» обычно мы говорим этнически, что человек, у него или у неё родители русские. И, конечно, мы не знаем сейчас эти наши, наши, нашу, нашу, наш этнос, мы не всегда знаем. Например, я говорю, что я русская, но у меня прабабушка была из Турции, например. Поэтому есть люди, которые говорят «я русский сто процентов», но не знают, что у них, может быть, были немцы, или турки, или французы, да? Вот. Но раньше в советском паспорте было написано, например, это был паспорт СССР, но была написана национальность. «Русский», «Украинец», «Китаец», «Еврей», да? Но сегодня этого нет. И паспорт – это российский паспорт. Если у вас есть российский паспорт, вы россиянин. Но, может быть, вы не русский. Может быть, вы, например, дагестанец. Дагестанцы, Дагестан – это официальная часть России, у них есть российский паспорт, но они не русские. Они россияне, но не русские. Или, например, у вас может быть российский паспорт, но ваши родители грузины, или армяне. Или, да, то есть россиянин – это человек с российским паспортом, и русский – это когда человек думает, что он этнически славянин, русский. Вот, я надеюсь, что вы поняли лучше, да, то есть русский – это больше культурное слово, и российский – это более официальное слово. То есть, например, есть ещё много мест в мире, где официально это не Россия, но там много написано на русском, там живёт много русских. Я не знаю, но я слышала, например, что Таллинн, в Таллине много русских. И, конечно, Таллинн – это не Россия, а, конечно, другая страна, но вы можете как шутку сказать, ой, Таллинн – это почти русский город. То есть, а, это значит, там много русской культуры, там много русского языка. Но вы не можете сказать, Таллинн – это российский город, потому что Россия, российский – это на территории России. Вот. Я надеюсь, что я вас не слишком запутала, то есть, не слишком хаос у вас в голове. Напишите пример и напишите, интересно, есть ли такая разница в вашем языке, в вашей культуре. Мне интересно узнать. Спасибо, что смотрите, слушайте. До скорого. Пока-пока.